Доступен также и в записи, поэтому его можно будет посмотреть. Прежде всего, хотелось бы всех поздравить с наступающими праздниками, хорошо отметить всем и пожелать в следующем году роста как в бизнесе, так и в личном, и успехов, собственно, всем. Добрый день. На слайде расскажу все, куда мы движемся, какие цели видим по этому оборудованию, поэтому сядьте, обращайтесь. Давайте, собственно, стартовать. Вебинар сегодняшний будет посвящен оборудованию TGNET и сферах применения оборудования, в частности, сферах применения фоя, вай-фая, какие задачи, собственно, мы решаем, предлагаем решать с помощью нашего оборудования и небольшой обзор линейки. То есть вебинар, в первую очередь, предназначен для коммерсантов, для продающих подразделений. И постараюсь, что называется, на пальцах объяснить некоторые ключевые моменты по этим технологиям, как применять, и, собственно, как решать вопросы клиента. Так, секундочку. Вот, мотается. Нормально. Так, ну и первая часть это будет про оборудование поя. Начнем с него. Наверное, многие, как бы, знают, ну, на всякий случай, как бы, объясню, да, это технология придачи сигнала, придачи, вернее, питания поверх Ethernet, то есть технология, которая позволяет подмешивать питание в Ethernet кабель, да, вот на слайде достаточно, как бы, все просто изображено, и видно, да, что вот слева камера, да, она, если не поддерживает технологию поя, да, она пытается по отдельному кабелю, а по отдельному Ethernet кабелю идет идух данных, да. Вариант жестой технологии, когда по одному кабелю идет и дата, и, собственно, питание. Ну, и на правой картинке по хату видно, да, что просто по определенным, как бы, парам подается питание. Ну, на самом деле, как бы, технология, она не просто, ну, чуть посложнее, да, есть стандарты определенные, да, по согласованию и так далее, да, питание, согласование между устройствами, ну, углубляться сегодня в это не будем, может быть, вкратце, как бы, пройдемся по нему. Технология, на самом деле, достаточно, ну, древняя, скажем так, да, она развивается и будет развиваться, и на текущий момент достаточно много уже потребителей, которые могут потреблять, собственно, питание по этой технологии. Вот на слайде, собственно, представлены, какие варианты наиболее распространенные, да, это телефоны, камеры, точки доступа, видеоконференц-связь, различные терминалы оплаты, система доступа, информационные кировские, мини-компьютеры, там, толкутки и клиенты, да. Вопрос к коллегам, если кто, собственно, знает еще каких-то абонентов, да, в боях, да, которых вы подключали, да, использовали в своих решениях, напишите в чат, я думаю, всем будет интересно. Что примечательно, собственно, на данном слайде изображены, как бы, абоненты, и достаточно большое количество устройств, достаточно большое количество этих абонентских устройств мы можем поставить со склада, да, то есть, как компания Appymatic, мы предлагаем достаточно большой широкий спектр устройств, поддерживающих данную технологию. По сферам применения, ну, тут тоже достаточно, как бы, широко, это и малый, и средний бизнес, различные отели, рестораны, кафе, храняемые объекты, складские помещения, торговля, здравоохранение, производство, ну, достаточно долго можно продолжать, то есть, технология широко развивается, да, поскольку достаточно удобно, да, и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения обслуживания. Давайте, собственно, пройдемся по устройствам, которые позволяют обеспечивать данную технологию. Ну, самые простые – это инжекторы, да, то есть, это небольшая коробка, у которой всего, там, три входа-выхода, соответственно, один из входов – это питание самого устройства, да, и два Ethernet-разъема, по одному из которых поступает просто, как бы, дата, да, кабель с датой подходит, а из другого уже выходят кабели из даты и с питанием. Второй тип устройства – это, собственно, коммутаторы ПОЯ. По факту это функциональные, как бы, те же самые коммутаторы, да, которые есть на рынке, да, и неуправляемые, и управляемые, и смарты, и так далее. То есть, функционал остается тоже, но просто добавляется, как бы, функция ПОЯ, то есть, отдельные чапаки, которые стоят внутри устройства, отвечающие за согласование, за выдачу питания. Нам надо отметить, что, собственно, это наиболее, как бы, распространенный тип устройства, да, позволяющий осуществлять, да, подавать ПОЯ, поскольку оно может быть, как бы, и, скажем так, универсальным устройством, да, то есть, порты коммутатора могут использоваться не только, как бы, для питания ПОЯ абонентов, да, но эти же ПОЯ порты могут использоваться просто, как в локальной сети, да, для абонентов. Ну, и дальше, собственно, пробежимся по задачам, да, которые решает данная технология ПОЯ. С чем сталкиваются клиенты, да, ваши, наши, да, собственно, и надо понимать, что вот в этих случаях мы совершенно спокойно можем предлагать, да, данную технологию. Ну, самое простое, что приходит на ум, первое, да, это такой момент, задача, да, когда нужно запитать устройство, но рядом нету розетки, да, электропроводки, нет, либо нет возможности подвести, либо неудобно, либо и ограничения какие-то есть от вышестоящих станций по проводке до электросети. Ну, и есть, собственно, абонент, который может потреблять питание ПОЯ. Вот, собственно, в данном случае мы предлагаем данное решение, да. Второй важный достаточно, как момент, блоки питания, да. У многих наверняка в инфраструктуре компании большое количество различных устройств, которые запитываются от различных блоков питания, различного форм-фактора, вольтажа, разъемов и так далее. В принципе, надо понимать, да, наверняка администраторы понимают, да, что данные блоки питания, ну, то есть блоки питания, это, в принципе, как бы расходный материал, да, они достаточно часто выходят из строя. Большинство производителей делают гарантию на эту часть заниженной по отношению, там, к основному устройству, по той причине, что, ну, производители, честно говоря, как бы пытаются экономить на этом, да, плюс в России, к сожалению, до сих пор не настолько, то есть есть места с не очень хорошей, как бы, сетью, да, качеством электричества, да, подаваемый, на перебой и так далее, они все выводят, эти блоки из строя. Собственно, Пой решает вопрос с блоком питания кардинально, то есть просто их не нужно как бы использовать, сокращается намного расстояние, грубо говоря, от, собственно, администратора до абонента, да, и исключаются всевозможные проблемные узлы. Тут хотелось бы отметить, что, да, многие начинают сравнивать цену блока питания и цену порта Пойа устройства. Так вот, ну, если в лоб сравнивать, понятно, что порт Пойа устройства, Пойа коммутатора будет несколько дороже, да, ну, если посчитать, собственно, стоимость проводки кабеля, стоимость установки, собственно, розетки, да, цену всех этих расходников, плюс, соответственно, затраты на поиск возможных проблем в именно этих узлах, да, сети, Пойа начинает, собственно, вылезать по отношению, как бы, цены и удобства, как бы, да, эксплуатации достаточно сильно вперед отрываться от блока питания, это нужно учитывать. Ну, вкратце я, в принципе, уже сказал про удобство, да, монтажа, понятно, что там намного меньше, как бы, проводов получается между абонентом и, скажем так, администратором, да, и меньше узлов, соответственно, ну, как бы, снижаются и затраты на обслуживание в сети, построенное по технологии Пойа. Ну, и сам, сами устройства, коммутаторы, да, в частности, там, вкратце я уже сказал, то есть они могут использоваться как универсальные коммутаторы, коммутаторы доступа, так называемые, да, когда часть портов может потреблять, собственно, Пойа, часть портов не потреблять, можно взять, такой коммутатор поставить, там, в офис, да, и, там, допустим, сейчас вы не рассчитываете поставить Wi-Fi или видеонаблюдение или, там, телефонию, но в дальнейшем потенциально это может произойти, вот у вас будет универсальное устройство, которое не нужно будет заменять или докупать какое-то дополнительное устройство для питания, да, вы просто втыкаете в порт в ваше оборудование и работаете с ним. Стабильность питания, да, в принципе, я уже, опять же, как бы немножко затронул эту тему, то есть есть различные стандарты, да, Пойа, в нашем оборудовании все железо поддерживает протокол 802.3 АТАФ, то есть и до 15, и до 30 ватт на порт, соответственно, есть внутренние согласования и механизмы согласования, да, между устройствами, то есть абоненты получают гарантированное питание, абоненты, абонентов невозможно там выжечь, да, не выжечь в порты абонентов по каким-либо там причинам, да, все стандартизировано, все стабильно, вот, но мы также понимаем, что есть и другие вещи, как бы на рынке, да, проприетарные где-то, да, могут быть просто специализированы и некоторые производители их используют, да, вот в частности, допустим, Basic Poy, или, то есть это питание, которое просто подается по определенным парам, с определенным вольтажом, без согласования, всегда там, и второй момент, собственно, есть устройства, которые там поддерживаются и Basic Poy, и стандартизированные Poy. Вот если у вас есть задачи такие, да, есть клиенты, которые потребляют такое оборудование, ну, в основном это Wi-Fi от немало известных, как бы, вендоров американских, да, которые, ну, вот экономят, да, и устройства, к ним используют, там, чиплаки, по-сому, для нормального, как бы, поя, для согласования там питания, используют вот Basic Poy. В принципе, мы ведем в этом направлении работу с производителями, и, вроде того, со мной связаться, ну, вот еще момент, собственно, про 250 метров, да, передача поя, как всем известно, там, она ограничена, как и эзернетом, да, 100 метров пролет, вот, вот, но есть обходные, как бы, моменты, технологии, которые позволяют поя передати на большее расстояние. Если это, собственно, вас интересуют, такие решения, просьба, там, с мной связаться, я думаю, нам будет что обсудить, да, в самое ближайшее время, в начале следующего года мы, надеюсь, будем внедрять, если это будет интересно, на рынке, внедрять, собственно, в свой портфель. Едем дальше, собственно. В нашем оборудовании у нас поднимо, собственно, стандартного поя есть и дополнительный, как бы, функционал, который также относится к этой технологии. К примеру, функционал включения-выключения поя по расписанию либо по клику администратора, да, то есть, какие варианты применения, да, данных домов функционала возможны. Ну, как пример, это, возможно, экономия электроэнергии в определенные часы или дни, когда абоненты не должны работать, там, в выходной день, да, администраторы, допустим, не звонят, да, если вы не звоните по телефону, телефоны, собственно, не нужно питать. Допустим, другой момент по, с точки зрения безопасности, да, то есть, в определенные дни, там, часы идет запись камер, да, в другие часы, собственно, эту запись не нужно производить. И тем самым, как бы, экономя, да, пространство там, на хранящих устройствах. Ну, каждый для себя может сам придумать, под какие решения это подойдет, думаю, что, как бы, это достаточно интересно для рынка, да, но можно применять. Также мы предлагаем, как доп.вариант, как доп.функционал, автоматическую перезагрузку абонентов, да, ну, то есть, такие ситуации, когда администратор понимает, что ряд абонентов боя, да, устройств могут, скажем так, зависать или, там, при нештатной ситуации какие-то перебои с ними могут быть, да, вот, чтобы администратору не бегать, там, ножками, да, до проблемного места, чтобы понять, что там происходит, да, вот, можно включить функционал, и аккумулятор будет, в случае обнаружения проблемы на порту, пробовать сначала перезагрузить порт, да, и переконнектиться, да, активировать абонента, если это не получается, ну, тогда, собственно, возникает аларм, да, и тогда уже администратор идет, да, и, собственно, пытается найти проблему, вот, это снимает головную боль или нехую, да, упрощает жизнь, собственно, при эксплуатации сети. Едем дальше. В коммутаторах L2, в управляемых коммутаторах, мы предлагаем также функционал и возможность доставки качественного контента, да, то есть все мы понимаем, что ряд контента, да, там, допустим, телефоне или видео, да, оно достаточно, качество, вернее, этого контента, оно достаточно критично для многих заказчиков, и нужно каким-то образом гарантировать им доставку этого контента. Ну, собственно, в наших устройствах есть технологии, функционалы, да, которые позволяют это организовать, то есть ГОС и ВАЛАНы наши коммутаторы умеют. Мы также понимаем, что там в проектах в небольших, где, собственно, допустим, небольшое количество камер, да, или, там, телефонов, и это просто, как бы, отдельная подсеть, чисто вот, вот, телефонию, чисто под наблюдение, чисто под Wi-Fi, да, там, скажем так, применять технологии, там, КОС, она, ну, можно не применять, да, то есть можно ограничиться обычными неуправляемыми устройствами, да, и это будет достаточно, но даже, если будет отдельная сеть у нас с большим количеством устройств, мы все равно, как бы, рекомендуем использовать уже коммутаторы управляемых, да, и нормально, полноценно настраивать, собственно, поли-тенцов сервис, да, и обеспечивать нормальный доступ, доставку контента. Ну, и, собственно, мы переходим, ну, вернее, даже не переходим, да, сейчас пробежимся просто быстренько по тем продуктам, которые мы предлагаем, тут, собственно, линейка достаточно самодостаточная, да, есть и простые устройства инжекторов, и неуправляемые коммутаторы, на 4, на 8 портов различного мощности для личного монтажа, есть, соответственно, линейка управляемых коммутаторов от 8 до 24 портов, и вот снизу на слайде хотел бы, собственно, озвучить то, что у нас относительно недавно, как бы, появилось в России на складе, доступно, как бы, для заказа, для размещения, это гигабитный инжектор с поддержкой от S-стандарта до 30 Вт, это расширилась у нас линейка неуправляемых коммутаторов, появился коммутатор на 8 портов на 96 Вт, то есть, в среднем между 60 и 120 Вт моделька, значит, появился коммутатор на 8 портов с полноценным L2 функционалом, до этого был коммутатор 3008, кто помнит, кто работал с нами, да, это был несколько урезанный коммутатор по функционалу, здесь, собственно, у нас был полноценный 2 коммутатора, на 8 портов на 150 Вт с двумя оптическими портами под SFP модуль, и обновилась модель 24-портового коммутатора. В принципе, на наших сайтах, на сайте производителя, можно посмотреть более широко линейку, то есть, сегодня у нас в вебинаре нету обзоров всей линейки, да, не будем, как бы, занимать ваше время, будем, собственно, по новинкам только идти. Ну, и, собственно, вкратце, вот, по коммутаторам управляемым, да, на слайде я постарался, как бы, сгруппировать технологии, понятно, что функционал нам богаче, да, здесь просто группами, как бы, выделены те вещи, которые поддерживаются коммутаторами, да, ну, как я уже говорил, то есть, доставка трафика, да, гарантированно, посыгуланы есть, плюс, соответственно, у нас есть интеллектуальный, так называемый, поя, да, технология, там, для загрузки, там, по времени работы, о чем я говорил выше, ну, и вот, собственно, перечень достаточно полноценный для едва коммутатора функционала, изображен, да, есть различные варианты, соответственно, управления, это через веб-интерфейс, через командную строку, Cisco-like интерфейс используется, Тилнет, SNMP, ну, и вот еще, собственно, заострить внимание, хотел бы, на том, что наши коммутаторы могут управляться еще и контроллером, да, который в одном лице и управляет и точками доступа, Wi-Fi-домой точками доступа и контроллером, вот. У нас такое решение есть. Собственно, дальше у нас часть будет касаться Wi-Fi-а, если по коммутаторам какие-то вопросы набежали, вы можете в чат их озвучить, постараюсь либо сейчас ответить, либо мне коллеги из технического отдела помогут. Задавайте. К сожалению, не вижу, кто-то печатает или нет вопрос, но давайте продолжать. Всегда можно по телефону обсудить, либо в посте, любой вопрос, мы открыты, готовы сотрудничать, поэтому обращайтесь, welcome. По Wi-Fi-у. Собственно, ну, про Wi-Fi, наверное, там особо-то нечего рассказывать, да, все знают, все используют и дома, и, собственно, в командировках, на улице. Хотел бы для начала просто пробежаться по технологиям текущим, да, к чему, собственно, идет все, да, куда движется, где вектор, как бы, развитие, да. Технологии, ну, тоже достаточно, как бы, древние, да, развивались давно, был B-стандарт, G, A-стандарт, N-стандарт. Вот сейчас мы в России находимся где-то на промежутке, изображенном, как бы, на слайде, это когда клиенты постепенно переходят с N-стандарта на стандарт А-С. Начали они это делать, как бы, год назад, может быть, больше, да, но сейчас это прям явно видно, да, и я бы рекомендовал во все новые проекты разговор начинать именно, как бы, с C-стандарта, потому что, ну, как бы, меньше это уже моветон, да, некий. В чем, почему, собственно, да, переходят на C, почему не устраивали или предыдущие стандарты? Ну, во-первых, есть такой момент, что постепенно, собственно, рынок требует внедрения дополнительной частоты использования, да, то есть спектра использования. 2,4 ГГц, достаточно захламленный, как бы, эфир, да, уже, там, даже по домашнему использованию явно видно, да, что, там, 20-30 соседей каждый светит, там, своим роутером, да, и мы понимаем, что это влияет на качество сигнала в нашу сторону, да, на скорости. Собственно, поэтому стандарт АЦ предлагает перейти на 5 ГГц, при этом устройства, которые поддерживают АЦ-стандарты, они, там, большинство, мы даже не знаем, кто не поддерживает предыдущие варианты стандарта, да, то есть, это устройство, которое работает и на 5 ГГц, и на 2 и 4 ГГц, то есть, некие такие универсальные устройства, плюс в АЦ, также идет уже развитие, то есть, есть два стандарта, есть 802.11 АЦ VF1 и 802.11 АЦ VF2, то есть, первая и вторая волна, да, вот, есть определенная проблема, как бы, у стандарта обычного АЦ, да, первой волны, Но их можно решить в продолжении этого стандарта. Сейчас немножечко по ним пробежимся. Какие эти моменты. В частности, вторая волна позволяет организовать технологию MoMIMO. Это, собственно, Multiple User MoMIMO. В отличие от предыдущих стандартов, предыдущих технологий, MoMIMO позволяет передавать одновременно, в единый момент времени, трафик к нескольким абонентам. Надо понимать, что все устройства, которые мы использовали, будет то АС обычное, В или Н, или Б или Ж. Независимо от той скорости, которая заявлялась на устройстве, раздающем, независимо от той скорости, которая заявлялась на абоненте, все равно, в единый момент времени доступ к устройству, в точке доступа к роутеру, было в одного абонента к одному устройству. На нижней части слайда видно, что три абонента, они по очереди получают доступ к этому устройству. Если количество абонентов растет, у многих сейчас по несколько планшетов, ноутбуков, телефонов, нагрузка на устройство, которое раздает Wi-Fi, она резко растет и, собственно, выползает проблема со скоростями, с качеством контента. То есть вроде бы вы купили там устройство дорогое, которое поддерживает 1200, 700 мегабит, но по факту получается скорость немного ниже, да, у такой, да, абонента. Вот, собственно, Момимо, это решение этой проблемы. Несколько им амбонентам одновременно передается трафик, да, это в разы просто увеличивает скорость, и, как следствие, клиенты более довольны остаются, да, и, собственно, по вашим услугам нету каких-то нареканий. Следующий момент – технологии интеллектуальных антенн, технологии, которая позволяет антенне как бы сфокусироваться, да, на определенных абонентах, то есть выявить, где находится территориально, да, вот направление, вернее, как бы абонента, где он находится, да, и вот именно в том направлении направить луч более фокусно, да, тем самым, во-первых, мы уходим от некой интерференции, да, перекрытия, перехлёстывания с соседними раздающими точками доступа, плюс абонент получает, ну, так называемую, большую мощность, да, от передачи, да, и, как следствие, растет скорость, растет качество. Далее, собственно, на наших устройствах, на наших решениях мы предлагаем такую технологию, как Wi-Fi-роминг, или дешевый роминг, как многие называют, то есть технология, которая позволяет покрыть точками доступа на определенную площадь, определенную, скажем, определенное помещение, да, и абонент совершенно спокойно, как бы, может перемещаться по этим помещениям, по территориям, при этом не теряя коннекта, да, не теряя связи, там, не будет рваться разговор, видеоконтент, да, не нужно переавторизовываться, искать какой-то, какая точка есть поблизости, и пытаться залогиниться, то есть единая авторизация, да, плюс, собственно, роминг между зонами, да, на нашем оборудовании это можно реализовать. Также мы предлагаем решение софтовое, да, которое устанавливается на сервере либо в облакат, да, и позволяет управлять, мониторить сетью распределенных, да, будь то сеть из коммутаторов, или источник доступа, распределенных внутри города, или между городами, или между странами, то есть решение такое есть, да, прощайтесь. Собственно, также предлагаем решение по аутификации пользователей. Многие знают, что, собственно, в России введены законы о том, что компании, которые предоставляют услугу Wi-Fi, да, обязаны авторизовывать и проводить аутификацию пользователей, да, для дальнейшего хранения, для передачи в органы, да, которые могут теоретически заинтересоваться данной информацией. Вот, и введены определенные штрафы, которые по компаниям, которые они выполняют эти требования, и они растут из года в год, в следующем году наверняка будет подорожание, 1 апреля, или не знаю, когда, как обычно. Так что ждем, нужно постепенно двигаться, да, выполнять законы. Вот, наше решение позволяет это сделать. В принципе, на данном слайде указаны варианты авторизации, которые, артификации, которые мы можем осуществить. Ну, понятно, что там WeChat, это китайский вариант, да, для нас он не особо, как бы, интересен, но там самые распространенные варианты, типа, смс-а или обратного звонка, или по паролю. Собственно, такие варианты есть через как-то портал авторизации. Интеграция с различными сервисами российскими, которые оказывают тоже там смс-авторизацию, или обратный звонок у нас. Возможно, да, у нас есть проекты, которые реализованы с помощью таких компаний, да. Будут вопросы, как это сделать, обращайтесь, поможем. Ну, собственно, давайте дальше пройдемся по решениям и задачам. Да, компания Tijonet, в принципе, позиционирует Wi-Fi оборудование, как оборудование предназначенное для отелей, поскольку функционально они наиболее подходят именно в этом сегменте. Ну, мы также, как бы, предлагаем нашим партнерам использовать оборудование и в других, как бы, областях, ресторанах, кафе, в сфере развлечения, производства, образования, медицина, офисные, ну, больше, наверное, даже офисные помещения, суббивые варианты. Предлагайте, вот, оборудование проверено, хорошее, можно на нем строить нормальные, полноценные Wi-Fi сети. На примере отелей просто пробежимся, какие могут быть вопросы, да, у клиентов, собственно, что они пытаются решить, да, ну, это в части отелей, да, повысить лояльность клиентов, предоставляя качественный Wi-Fi в гостиницах, да, повышается лояльность, клиенты довольны, да, готовы приезжать еще. Помимо всего, хотелось бы, конечно, не просто лояльность поднять, но и каким-то образом еще монетизировать эту сеть Wi-Fi, да, соответственно, может быть, какую-то рекламу покрутить, да, таргетированную, да, вот, такой, как бы, вопрос, да, у клиентов может возникнуть. Если, соответственно, сеть объектов распределенная, ну, допустим, сеть отельная, да, то каким образом сократить расходы, да, и проблема, там, с администрированием этой сети. Ну, вот у нас есть решение как на контроллерах, так и на софтовых вещах построенное. Ну, и, собственно, вопрос с выполнением законодательства, да, мы это уже озвучили, мы решаем этот вопрос. Что мы предлагаем, да, у нас есть решение, которое, ну, в виде точек доступа, да, это точки, которые можно установить непосредственно локально, там, допустим, номера отелей, да, и вот небольшую, как бы, зону, только ее, как бы, обеспечивать Wi-Fi. Соответственно, есть точки доступа потолочные, да, которые можно устанавливать в вестибюлях, в коридорах, в офисах. При этом, соответственно, система, которая управляет ими, мониторит, да, это, ну, контроллер, да, выступает в качестве сердца, как бы, в сети, да, на его основе можно, соответственно, управлять трафиком, делать различные ограничения по тарифам, по типу трафика, да, при этом, соответственно, пропускная способность в наших точек, да, позволяет передавать современный контент, там, HD, 4K, проблем нет, да, ну, как уже говорили, дешевый ролик мы можем организовать, соответственно, есть решение с технологией MUMi MOC, то есть там, где необходимо обеспечить Wi-Fi для большого количества оппонентов, то есть фотос оппонентов на определенную территорию, она достаточно большая, да, это, например, там, конференц-залы, переговорные рестораны, да, вот, там можно применять такие точки доступа. Есть, соответственно, точки доступа уличные, да, начинают появляться в нашей линейке тоже, для, собственно, покрытия территории на улице, да, для установки на улицу. Вот, ну и, да, про сетевые отели уже вам вкратце рассказали. Какие продукты предлагает TGNET? Собственно, это сами точки доступа различные, да, опять же, коммутаторы POE, да, которые будут питать точки доступа, то есть все точки доступа у нас поддерживают технологии POE. Соответственно, если вы используете L2-коммутаторы, то ими также можно управлять и с помощью контроллера, логически, видеть логическую структуру сети, в онлайне автоматически она будет рисоваться, при подключении на устройство можно, соответственно, мониторить и настраивать группами как точки доступа, так и коммутаторы. Большинство вендоров разделяет, скажем так, управление точками доступа и коммутаторами в отдельное решение, да, и это не всегда как бы удобно, да. У нас это может делать контроллер, он исполнен в железном виде, и, собственно, цена его не настолько высока, да, это позволяет, но при этом позволяет решать различные задачи. Ну и по новинкам сейчас пробежимся. Соответственно, в следующем году у нас будут доступны со склада 51.20 точки доступа внешне с достаточно серьезным температурным диапазоном от минус 40 до 65. Точка доступа будет, то есть, поддерживает стандарт АЦ, правда без ММО, с ММО, собственно, в Roadmap и есть уже точки. На самом деле, как бы, будет серьезное расширение именно точек доступа с этой технологии, то есть, АЦ Wave 2. Все, собственно, мы к этому идем постепенно. Соответственно, да, появилась точка доступа с Wave 2, с 31.30, да, с МММО, появилась обновленная точка с АЦ стандарта, без МММО, то есть, в F1, да, но с ценой достаточно интересной. И обновилась точка доступа самая бюджетная, N-стандарт, тоже как по цене, так и по начинке. Ну и вот на этом слайде, собственно, видно основные как бы отличия, да, по точкам доступа, то есть, если справа идти, это три точки подряд, это точки доступа для установки на стену, то есть, вот, 31.30, это точка, которая встраивается в стену, вернее, извиняюсь, я 13.01, это которая встраивается в стену, 13.02 и 13.03, это точки, которые накладные, да. В следующем году 13.03 появится, пока не совсем согласованных характеристики по антеннам и по мощности, но в ближайшее время эти данные как-то появятся, я готов буду их раскрыть. Соответственно, идет снижение по ценам, по всем моделям и достаточно, как бы, существенное. Давайте пробежимся, как бы, по основным отличиям, как бы, видно, что, ну, во-первых, по скорости есть, да, различия, есть вот поддержка ММО, нет поддержки ММО в точек, диапазоны, на которых работают точки доступа. То есть, понятно, что, как я уже говорил, выше в новые проекты, в хороших, там, клиентов, да, заказчиков, нет, да, конечно, лучше предлагать точки доступа двух диапазонных с поддержкой стандарта AC, да, минимум, AC Wave 1, вот, для тех клиентов, которые готовы смотреть будущее, ну, Wave 2 тогда. Соответственно, различия есть по встроенным антеннам, то есть, точки доступа внутреннего исполнения, они все содержат антенны всенаправленные, ну, 360 градусов, ну, различное количество антенн, различная мощность, да, вот, соответственно, этих точек. Внешняя точка 5120 пока представлена в едином, как бы, виде, да, в следующем году появляется и другой вариант с возможностью накручивания, подключения внешних антенн, да, 5120 точка, это точка с внутренними антеннами, достаточно мощными, но секторальными, да, то есть, вот, 2,4 ГГц 65 градусов у антенны, 5 ГГц 90 градусов, то есть, четырьмя, да, тремя, вернее, точками можно практически, там, все 360 градусов закрыть, да, но небольшой просвет останется, думаю, может, не критичный. Внешняя точка доступа, соответственно, в России будет ввозиться с прошивкой с мощностью 20 дБ, ну, по закону, как бы, да, мы не можем ввести больше мощности, но на сайте производителя будут доступны прошивки для желающих большей мощности, сюда. Технология умных антенн, да, о которых мы говорили выше, да, то есть, информинг, так называемый, да, направленность на абонентов, да, поддерживается в большинстве точек, ну, как видно, да, просто от большинства точек 360 градусов антенна имеет, поэтому, собственно, данная технология и применимо используется. Ну, и в нижней строке, это вот, в основном отличие по внутренним точкам доступа, то есть, настенным точкам. 12.01 это точка, которая, единственное, имеет USB-разъем для зарядки, да, включения устройства, то есть, удобно, как раз, в модельной сфере применять, да, у вас одна розетка, которой телефон можно обычный подключить, и, собственно, и зажат кабель воткнуть и зарядить устройство. Далеко, как бы, далеко не лазит, да, не ища свою зарядку, там, и так далее. Это достаточно интересно, как бы, да, моделька. В принципе, как-то быстро у меня, на самом деле, получилось. Пробежались, если есть у кого-то вопросы, задавайте, можно сейчас обсудить, можно потом оффлайне обсудить. Ещё раз хотел бы сказать, возможно, для тех, кто к нам позже присоединился, в начале вебинара я озвучил, для партнёров, которые с нами работал, либо о данном оборудовании, если вы не получали информацию об изменении политики продаж, об изменении ценовой структуры по TGNet. Просьба со мной связаться, всё обсудим, да, расскажем, куда мы и как мы двигаемся. Вот. Собственно, жду вопросов по некоторое время.